МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дачный ответ. Я Оксана Козырева. У хозяйки этого дома Алиси африканские корни и бурный, как природная стихия, темперамент. Вот только ему никак не соответствует интерьер гостиной в доме, место, где собирается вся семья. Что же, мы перенесем эту комнату на жаркий континент. Только аккуратно. Обойдемся без пальмы обезьян. Нас интересует дух магической и таинственной Африки. С намеком на священный огонь, каменные пещеры, зеленый оазис, стену тропического дождя и лучи палящего солнца. Хозяйка дома Алиси, владелица агентства по организации торжеств, всю семью вовлекла в свой маленький бизнес. Дети Василисы и Аркадий придумывают веселые номера. Муж Алексей занимается реквизитом. Кто бы мог подумать, что найти свой путь поможет русской девушке с африканскими корнями голливудская знаменитость. Мне было 17 лет. Я дала объявление в газету. В общем, русская младка ищет работу. Мне позвонили, пригласили на собеседование. Я, в общем-то, открываю дверь в офис, а там сидит Чак Норрис. И говорит, хотите с нами работать через переводчика? Я говорю, да, конечно. В 90-е Чак Норрис открыл в Москве агентство по поиску талантов. Благодаря ему у Алиси начались съемки в рекламе, пошли эпизоды в сериалах и даже в полнометражном кино. Леш, все уже, не сходится, пора на отпуск. Сейчас Алиси готовится в четвертый раз стать мамой. Сценические костюмы для ее главного увлечения шоу «Толстушек» лежат без дела. Кстати, благодаря участию в этом проекте Алиси встретила мужа. Алексей пришел с другом на одно из выступлений и сразу попал в оборот. Когда закончилось шоу, мы, в общем-то, просто выходили из клуба. И тут стоит молодой человек, очень симпатичный. А мы – это три девчонки. Ну и, в общем-то, мы говорим, молодой человек, мы почему-то подумали, что он охранник. Обущите нас, пожалуйста. Вот причем всех четверых. Ну я начал обыскивать, естественно. Потом мы говорим, оставайся, мальчик с нами. И ты после этого нас всего-то решил отпустить нас? Тогда, 17 лет назад, ребята не поверили в судьбу. У каждого появилась семья, дети, но браки не сложились. А пять лет назад Алексей увидел Алиси в соцсетях. Написал. Решили больше фортуну не испытывать. Результат такой мудрости – озорница Виталина. А как мы ножки делаем с тобой? Вот так. Раз, раз, раз. В год у нее уже опыт фотомоделей и собственный фитнес-инструктор. По совместительству начальник отдела в строительной компании. Правда, от его спот-программы бабушки тянутся за сердечными каплями. Но папа знает, что делает. Ну что, применок не боялся. Мама, ой, боже мой, что ты делаешь там, как же, что, а, она маленькая. У меня что, Витка, она улыбается, смеется, довольна. Говорит, мам, отойди, не мешай. Поймать с очком для лакросса маленький мяч – задача непростая. Доча лиси Василиса этим редким для России видом спорта увлеклась в школе. Старший брат Аркадий помогает нарабатывать мастерство. Он уже учится в колледже на режиссера массовых мероприятий. Но ради сестры готов отложить все дела. У меня иногда летит эта клюшка, летит. Я не себе там мячка, всего и так далее. Но, то есть, эта сестра, я люблю очень сильно ее. И потому у нас с ней очень тесные взаимоотношения, так сказать, очень любим друг друга. То есть, и я ее теплее, она меня терпит. Уважаем друг друга вообще. Ну, почти уважаем. Помогаем. У самой лиси 25 братьев и сестер. Это выяснилось, когда она, уже будучи взрослой, решила найти отца африканца. Ему много лет назад пришлось покинуть Россию. Дочь была совсем маленькой. Теперь лиси стараются поддерживать связь с многочисленной родней. Я думала, что вот я найду папу, я догадывала, что есть еще братья и сестры. Но то, что это 25 человек, конечно, я представить не могла. Так оказалось, что все они живут в разных странах. Кто-то живет в Африке, кто-то живет во Франции, кто-то на Корсике, в Сирии, в Италии. И оказалось, что один еще брат у меня есть в России. Когда родным уделено достаточно внимания, а лиси приступает к воспитанию лабрадора Альфа, Йорка Рокси и Джек Расселтерьера Лизы. Своих питомцев Алиси обожает. В юности даже окончила курсы кинологов. Но Валикова мечтает, чтобы гостиная перестала быть удобной только для игр домашних питомцев. Хочется и самим с комфортом проводить в ней время. Так, друзья, ну понятно, что дом вы купили уже готовым. Мне все нравится, не все устраивает, не все удобно. Вот что конкретно в этой гостиной не так для вас? Самое главное – это лестница. У нас за нее очень много споров, как же ее сделать удобной. Ну а покажите нам, в чем неудобство, Алексей. Я здесь даже упал несколько раз. Вот у нас дети маленькие, а здесь вот проем вот такие вот. Можно вывалиться. Да, вывалиться ребенку маленькому. Здесь вот очень как-то крутая на лестнице. Три раза я уже скатывался с нее. Неустойчиво. До самого низа, да. Хочется какую-то новую, более надежную, безопасную. Спускайтесь к нам. Вы знаете, когда ко мне в гости приходили девчонки из нашего шоу, шоу Толстушек. Так, я давала такую инструкцию, что поднимаемся по одному, не скатываемся на лестнице. Потому что просто даже было опасение, что с нее можно действительно упасть, она может рухнуть, она так поскрипывала. Не создаем пробок. Да, да, да. А еще, не знаю, мне кажется, вот темно у вас. Вот что, какие недостатки. Вот Алексей больше любит... Конечно, дневной. Да, дневной свет. Василиса тоже любит больше дневной свет. То есть хочется окна побольше. Да, конечно. Побольше, да. А кто не любит дневной свет? А я вот больше люблю закрыть все окна и включить... Вот сын тоже любит, да, больше. Да, мы любим больше. Леоновые линии, посетки, да. А я вот не хочу, я угородился в комнате, и у тебя там пациент. Иди туда и там. Не хватает. Здесь общая территория, мы здесь все вместе. Да, мы как бы хочешь. У всех равные права. Право голоса. У нас все было удобно. Так и так было. А вот по цветам есть какие-то у вас разногласия, споры? Может, кто-то любит яркое, кто-то поспокойнее? Я поспокойнее цвета люблю, более сдержанные. Я вот люблю больше такое, чтобы было веселое цвета. Мне вот, например, нравится стиль хай-тек, что-то такое современное. А если говорить про цвет стен, то мне, конечно, тоже нравятся более спокойные тона. Может быть, с каким-то добавлением чего-то такого вот... Необычного. Этнического может быть. Да, этнического может быть. Но, опять же, чтобы это было немного. Понимаю, почему вы нас пригласили, потому что никакого единства не наблюдается. Алексей, мне кажется, вообще в мишистве себя ощущает в этой большой громадке. Ну вот он говорит со мной по поводу потолка. Понимаете, что потолок должен быть ровный. Не должен быть, только просто я хочу, чтобы был ровный. У меня желание, чтобы он был просто ровный. А мне даже балок, да? Вез этих балок, да? А мне кажется, что если есть эти балки, то можно как-то их обыграть и сделать очень оригинально. Ну, потому что простой ровный потолок, это очень просто. Ну, если дальше поставить подсветку, точно, опять же, говорю. Опять же, твоя подсветка, вот ее в комнате подсветка. Друзья, я знаю, как вам всем помочь. Мне кажется, надо уже заканчивать и отдаться, да, дизайнеру. Да, пожалуйста, помогите нам. Поможем. Давайте, я вас провожу, а мы начнем работу. Пойдемте. Шамсудин, у нас сегодня случай непростой. Герои не могут договориться, ну, практически, ни по какому вопросу, да, и освещение, и лестница, и потолок, и оттенки в интерьере. Что будем с этим делать? Помогать будем. Каким образом? Мы возьмем от наших героев, от каждого по возможности, каждому по потребности, да, что называется. Кто-то у нас хотел большие окна. Давайте сразу на эскизе это показывать. Давайте. Соответственно, вот у нас большие окна. То есть мы их увеличиваем как раз в углу. Да, соответственно, кто-то хотел естественное освещение, кто-то больше искусственное. Мы это тоже делаем. Кто-то хотел у нас ровный потолок, кто-то хотел какой-то фактурный. Мы, соответственно, делаем то и то. Потолок ровный, в то же самое время он у нас, возьмите, пожалуйста. Давайте. В то же самое время он у нас реечный, разнотональный, то есть это мы создаем некую фактурность и разноплановость этого потолка. Также хотел бы отдельно сказать, что наша героиня, она такая... С африканскими корнями, с таким же нравом буйным. Ну, можно сказать, что она довольно яркой. Да. Поэтому мы в нашем интерьере стараемся вот эту яркость, эту индивидуальность передать в элементах материалов, да? То есть мы имитируем четыре стихии. Если лестницу мы берем, то лестница у нас металлическая с ограждением, которое имитирует солнечные лучи. Стена перетекает из дерева в металл за зеркальными проставками, потому что зеркальные проставки имитируют у нас воду. Потом, где телевизор... То есть на дождя такая получится, да? Это причем вот здесь будет за нашей спиной вот эта каменная стена с зеркальными плашками. Да, эта стена, она будет переходить в коридор. И вот на вашем искрозе, который в ваших руках, мы видим противоположную стену, где под телевизором у нас располагается камин. Огонь тоже имеет отношение к эти факелы, кострища у племен, ритуальный огонь, священный огонь. Я бы не хотел как-то ассоциировать наш интерьер с каким-то таким ярким, да, этническим мотивом. Это от наших героев тоже звучало, что они хотят современный интерьер. Но мы привносим в него вот такую вот яркую нотку харизмы наших героев. Что касается кухни, здесь мы делаем раздвигающиеся перегородки из черного зеркала. Это будет ощущаться именно как продолжение этого пространства. Но диван у нас, Шамсудин, встанет примерно вот, да, перед нами, вот где мы сейчас стоим, спинкой ко входу в дом. Да, мы не делим какими-то перегородками, какие-то коридоры. Мы именно элементами мебели делаем разгорнячение пространства. Настроение зададут вот как раз ниши. Вот здесь будут расположены с подсветкой и тоже арт-объектами. Да, мы постараемся найти какие-нибудь интересные скульптуры с африканским мотивом. Ну что, мне кажется, как-то все таинственно, интересно должно получиться. Давайте начнем скорее. Да, давайте. Далее в дачном ответе. Как делается каменный шпон? Наклеивается подложка из стекловолокна и отдирается. Нашествие сверкающих пузырей. 18 над столом и неизвестно сколько на стене. Тест-драйв стекла для перегородки. Ой! Какого сударша, суди. Солнечные лучи и ограждения. Два в одном. Рельефный потолок. Эти рейки совсем не то, чем кажутся. Бесконечный шкаф и вход в Нарнию. А также кристаллический камин, светильник из перьев, левитирующие растения и очень толстый кот. Ну, в общем, Филе привет. Чтобы превратить неуютную гостиную Валиковых в комфортное и эффектное пространство, дачный ответ разобрал все в прямом смысле до основания. А теперь и от хозяйских окон избавляемся. Вооружившись перфоратором, максимально увеличиваем проемы. Новые окна будут больше двух с половиной метров в высоту. Это теплопакеты. Пластиковые, с пятикамерным профилем. Созданы для самых суровых климатических условий. Невидимое глазу напыление на стеклах удержит тепло в комнате и защитит от вредного ультрафиолета. Займемся полом. Используем винтовые сваи и ручную гидравлическую машину, которая позволяет легко опустить их на нужную глубину. Срезаем лишнее и заполняем сваи цементно-песчаной смесью. Она убережет от внутренней коррозии. Привариваем оголовки. На них укладываем металлические швеллеры. Конструкция основательная. Сейчас в ход идет сосновый брус. Из него выполняем обрешетку. Сверху листы фанеры. И снова обрешетка. В эти ячейки ляжет утеплитель. Но сначала обеспечим ему гидроветрозащиту. Крепим мембрану. Плиты из каменной ваты на основе базальтовых пород. Толщиной 150 миллиметров. Такой слой не оставит холоду шансов проникнуть в помещение. К тому же материал не горючий и совершенно не интересен грузунам. Раскатываем пароизоляцию. И укладываем плотные ДСП в пленке, которую позже снимем вместе с мусором. Это основа для чистового пола. Теперь стены. Лента поможет сделать соединение с основанием более плотным. В этих двух направляющих профилях с помощью просекателя крепим стоечные. Зашиваем каркас к науф суперлистами из ГВЛ. Они экологичные, прочные, влагостойкие и надежно защитят стены от повреждений. Стеки шпаклюем и армируем бумажной лентой. В коридоре сделали декоративные ниши. Для двустворчатой сдвижной двери между кухней и гостиной крепим направляющую. В двух других проемах монтируем карабани-едимки из цельнолитого алюминия. Им не страшны перепады влажности. Полотна подготовлены под отделку на производстве. Так что покрытие ляжет равномерно и будет стойко держаться. Ручки итальянские из коллекции ВИНК Крыло. Гибкая сетка вокруг короба поможет избежать растрескивания штукатурки. Замешиваем гипсовую шпаклевку. С ней легко работать, она образует прочную поверхность после высыхания. Ну вот, стена готова под окончательную отделку. Выходим за пределы гостиной. У наших героев появится новая входная дверь. Между тамбуром и коридором монтируем короб для нее. И навешиваем полотно. Новая входная дверь, которую мы установили, предназначена специально для таких тамбурных пространств, как в доме у наших героев. Серия называется «Ультиматум М». Полотно белое с эффектным рельефным рисунком. Сделан он с помощью фрезеровки. Интересно смотрится. Дверь очень надежная, противовзломная. Замковая система усилена гранитной вставкой. Есть дополнительные точки запирания. Вот они. А со стороны петель предусмотрен третий противосъемный ригель. В само полотно встроен автомобильный виброшумоизолятор, который делает работу замков тише. В качестве опоры для новой лестницы мы вмонтировали в стену несущие металлические балки. Они будут надежно держать всю конструкцию. Справа от окна возводим каркас из бруса. Он нужен, чтобы встроить камин, телевизор и кое-что еще необычное и яркое. В качестве обшивки тонкая фанера. Соорудить черновой потолок тоже поможет брус. Плоскость создаем из тонких легких ДСП, шпунтованных по периметру. Фанеру на стене красим в белый. А потолок в черный. Этот цвет создаст ощущение глубины. ДСП на полу грунтуем. Наносим клей и укладываем цементные плиты. Они абсолютно влагостойкие. Это идеальное основание для керамогранита. Стыки шпаклюем и армируем сеткой, устойчивой к щелочам. ДСП на полу грунта. Одной из стен украсит декоративная штукатурка. Покрываем ею загрунтованную поверхность. С помощью гладилки создаем ровную белоснежную основу. А затем кистью делаем мазки в хаотичном порядке. Используем три цвета. И, наконец, финишный слой. В его составе есть крошка натурального мрамора. Так что покрытие получается настолько долговечным, износостойким и надежным, что применять его можно даже для отделки фасадов и влажных помещений, например, ванной или сауны. Гостиная у наших героев объединена с прихожей. Зона проходная, кроме входной двери, есть еще три. И чтобы это замаскировать, одну чуть позже мы скроем за фасадами шкафа. А еще две установили заподлицо и оформили полотна тем же покрытием, что и стену. Это декоративная штукатурка, причем сразу два вида. Первая, бархатистая, имитирует фактуру жатого шелка, а вторая, которую нанесли сверху, мрамора. Получилась такая эффектная поверхность в стиле шеппи-шик с потертостями и золотистым блеском. На стене оставлены две ниши. Высотой они как двери, чуть позже в них появятся скульптуры и зеркала. Это добавит пространству парадности, свойственной как раз больше гостиной, чем прихожей. На полу светлый керамический гранит. Это, конечно, такие крупноформатные плиты, смотрятся очень благородно. Рисунок нанесен методом цифровой печати, имитирует металл с потертостями. Покрытие практичное, что важно, ведь мы находимся на первом этаже загородного дома, и кто-то будет заходить сюда прямо с улицы. Ну и босиком пройтись приятно. Мы уложили систему теплого пола. Займемся лестницей. Ее конструкция называется консольной. Ступени сделали из стальных листов с помощью лазерной резки и согнули в короба. Внутри каждого ребра жесткости. Они не дадут ступеням прогнуться. Позже отшлифуем их и покроем прозрачным лаком. Стену здесь отделаем керамогранитом. В порошки, которые используют при его производстве, добавляют натуральные красители. А затем масса отправляется под пресс. Получается прочный материал, который не истирается и не выцветает. Под окнами встраиваем конвекторы. Хорошее дополнение к системе теплого пола. Температуру можно регулировать. А вот и еще один вид отделки. На стене под лестницей крепим эффектные декоративные панели. Это тонкий шпон природного сланца на гибкой подложке. Шпон дешевле массива, да и весит меньше. Каждая панель всего около килограмма. Шамсудин, мне кажется, мы решили главную проблему у наших героев. Да, мы поменяли им лестницу в гостиной. Теперь вот такая у нас брутальная стальная конструкция. Ну, первое, да, мы поменяли лестницу. Второе, нет, она не брутальная. Если вы подниметесь вот по лестнице, встанете на пятой ступеньке, вот здесь. Вот, как раз. Что не нужно пригибаться. Я даже инстинктивно не смотрела наверх. То есть наше ограничение было, это высота потолка достаточно низкая, да. И из того, что мы имели, мы сделали достаточно комфортный шаг. Второй момент, ее внешний вид, да, она достаточно необычная. То есть мы использовали металл. То есть, казалось бы, живое помещение, гостиная, дети. И тут мы... Стальные, сварные ступени. Да, но на самом деле она еще в процессе. Мы еще должны здесь натянуть наше обграждение в виде золотых трусиков. Будем мы его еще шлифовать, покрывать лаком. И легкий отблеск металла, он будет, наоборот, принимать в себя все рефлексы этого помещения. Отражать свет. Да, и оно не будет казаться какой-то такой, как вы сказали, брутальной. На мой взгляд, оно, наоборот, растворится в этом помещении. Сама конструкция воздушная, потому что никаких у нас нет каркасов, креплений. Ну, первый марш, он у нас достаточно фундаментальный, да. У нас каждая ступень лежит на другой. А второй марш у нас воздушный, он с зазором. Несмотря на то, что, казалось бы, да, здесь визуально, кажется, большой парсенал, на самом деле здесь, там, сантиметров 8. Ни один ребенок, в общем-то, не пролезет. Но не ребенок, и даже кот, даже мой толстый сюда не пролезет. Ну, слушайте, кот пролезет, кот и не через такую еще пролезет. Нет, вот такого кота вы когда увидите, вот вы поймете, что здесь вот такая морда сюда не залезет. Ну, вы хорошо кормите кота, конечно, он же в седине вряд ли здесь пролезет. А как зовут-то кота? Чиля. Ну, все, ну, в общем, Филе привет. Алиси все время еще просила своих коллег не толпиться в одном месте на лестнице, настолько все было ненадежно. Нет, ну, здесь, на самом деле, каждая из них может спокойно занять свою одну ступень, и с этой лестницей ничего не будет. Эта конструкция просто стоит дольше, чем этот дом. Отделка около лестницы разная, да, у нас такая контрастная. Здесь светлая стена из керамического гранита. Ну, она немного рельефная, с небольшим отблеской, но все-таки это керамогранит, да, он у нас перекликается в какой-то степени с нашим полом. Но самая интересная стена, это вот у нас непосредственно под маршем, это натуральный сланец, каменный шпон. Шпон, шпон сланца, очень такой фактурный, грубоватый. Да, очень интересная история производства. Фактически на каменный натуральный сланец, да, наклеивается подложка из стекловолокна и отдирается, и вот полностью вот такой тонкий слой натурального камня получается на этой подложке, и вот, пожалуйста, шпон каменный. А вот здесь вот промежутки оставлены между этим шпоном и разбавим. Да, мы здесь вклеим наши зеркала, то, что у нас по концепции было. Здесь будет хорошо, да. И красиво. Да, здесь у нас потом появится сад. Еще два окна больших появилось, много света стало. Да, мы опустили окна максимально, возможно, до нижней точки, которая позволяет нам конструкции дома, да, и особенность этих окон в том, что они не открываются. Ну да, то есть на проветривание, конечно, во-первых, они очень большие по размеру. Во-первых, они большие, да, мы не хотели делать здесь никаких дополнительных импульсов, потому что чем больше импульсов, тем меньше у тебя, естественно, света, да. Ну это перегородок разных, створок. Да, за счет того, что у нас единое поводно, свет проникает до глубины всего помещения. А при необходимости проветривания помещения мы здесь установим рекуператор, который уже здесь у нас есть закладная. Да, отверстие готово для него. Ну и плюс ко всему, мне кажется, хорошая мотивация у наших героев как-то облагородить свой участок в дальнейшем. Да, очень хорошая мотивация, потому что сейчас вид грустный. Без оформления осталась только одна стена. Одеваем ее в металл. Панели с перфорацией изготовили специально для нашего проекта, а внутри мы спрятали светодиодную ленту. Проем в кухню закроет сдвижная перегородка. Перемещаться створки будут мягко и практически бесшумно. За это отвечают цельнолитой направляющий профиль и подшипниковые каретки. Шамсудин, у нас еще одна эффектная стена. В интерьере появилась такая дырчатая. Дырчатая, да, как дыршо. На эскизе был другой вариант. Вообще, почему поменялась концепция? Ну, как поменялась? Она скорее как-то трансформировалась, да, преобразилась, развилась, эволюционировала. Да. Здесь у нас это не просто отверстие, у них есть определенный маленький секретик. Ну, давайте же раскроем. Давайте мы этот секретик раскроем. Во всей красе он везет. Класс. У нас такое мерцание разделось по всей комнате. Он в окне, пожалуйста, отражается. Да, у нас здесь поверхность за счет того, что они все имеют разную степень глянцевости, отблеска. Вот эти замечательные дырочки, как вы их называете, они отражаются у нас абсолютно везде. И за счет этого создается абсолютно сказочная атмосфера. А представьте, когда здесь у нас появятся зеркала, как это еще больше заиграет. Но мне вот кажется, не совсем равномерно подсвеченное отверстие, где-то ярче. Да, вам не кажется, а так оно и есть. Да, где-то вообще как будто бы еще не включили. Это сделано специально, то есть центральная часть светит ярче, кверху она затухает, а внизу не светит по причине того, что здесь будет камин, и он должен брать на себя основное внимание. Так, но кроме камина у нас ниша здесь осталась под телевизор. Да, здесь у нас будет телевизор, и чтобы он не смотрелся каким-то черным квадратом, мы слева от него продолжаем панели из черного стекла. То есть это полностью пропадает эффект, что здесь висит телевизор, здесь просто будет... Такая черная широкая полоса. Ну, такой, да, художественный жест, можно так сказать. Слово о черном стекле, вот перегородка у нас, которая между гостиной и кухней появилась, она тоже с таким затемненным стеклом. Да, это повторяет вот эту нашу историю с нашими окнами, там тоже темный профиль, здесь темный профиль, темное стекло. Мы можем прямо сейчас показать, что можно открыть полностью. Да, можно как с вашей стороны открыть, так и с моей. Вот так она сдвигается до конца, причем здесь... Да, здесь у нас есть специальный паз, куда она должна уходить, чтобы у нас проем был максимально открыт. Так, и, братцы, удобно, такой ребристый профиль. Кстати, вот именно из этих полосочек борозда коллекция называется «Тысячелиний», и придумана она дизайн студии Гарсия Кумини итальянской. Да. Ну, я бы еще подчеркнула, у нас очень большой, да, масштаб остекления, 2,60 высота створок, и при этом стекло держится вот в таком тонком металлическом профиле. Да, казалось бы, да, дети и стекла... Небезопасно. Да, о чем вы вообще думали, когда это делали? Ну, на самом деле, тут не все так просто. На самом деле думали. Думали. Здесь использовали триплекс. То есть это два стекла, да. Разденены между собой пленки, то есть это из автоиндустрии пришло. Если даже дети будут как-то здесь носиться, бегать с какими-то тележками, они это разобьют, безусловно, но только осколки их никак не подрядят, поэтому... Они на пленке все останутся, да, будут приклеены. И мы можем это прямо здесь и сейчас продемонстрировать, что это я сделаю. Судим вперед, к инструменту, конечно, давайте. Да, мы берем этот замечательный молоточек и... Отлично. Ой! Какого с ударшим судим. Тренер будет недоволен, не разбил. Но зато производители стекла довольны, ничего никуда не упало, удар сильный. Смотрите, сколько осколков могло бы быть, но все осталось. Да, мы можем даже это вот, я даже могу вот так вот взять его. Так. И показать, что оно абсолютно у нас даже могу пошевелить. Все приклеено, даже не поцарапаешься. Не поцарапаешься, не убьешься, все будет хорошо. В общем, можем быть спокойны за безопасность наших героев в этой комнате. Полностью. Далее в дачном ответе. Солнечные лучи и ограждения два в одном. Рельефный потолок. Эти рейки совсем не то, чем кажутся. Бесконечный шкаф и вход в Нарнию. А также кристаллический камин, светильник из перьев и левитирующие растения. Дачный ответ возвращается к переделке в доме Валиковых. Монтируем необычные ограждения лестницы. В его роли выступают металлические тросы. Часть зажимов для них изготавливалась специально для этого проекта, так как стандартные решения не подходили. Перемещаемся в прихожую. Собираем систему хранения при входе. Шкаф сделан из ламинированных ДСП. Фасады из МДФ. Сверху шпон американского ореха под лаком. Петли быстрого монтажа с доводчиками. За одним из фасадов спрячется дверь в спальню. Большие зеркала крепим в нишах напротив. Вокруг организуем яркую подсветку. Используем диодную ленту и матовые рассеиватели. Зеркальные полосы клеим и под лестницей. Своё место на перфорированной стене занимает стеклянная панель. Розетки и выключатели тоже тёмные, из термопласта. Цвет называется антрацит. Рамки со скруглёнными углами. По соседству терморегулятор для конвекторов и система управления тёплым полом. На потолке появляется зеркальная розетка люстры. Источники света – 18 хрустальных шаров с пузырьками. Монтируем рекуператор. Он может меньше, чем за час полностью обновить воздух в комнате. Тот будет отфильтрован и подогрет, причём с минимальными энергозатратами. Основное освещение обеспечит 15 спотов, размещаемых на потолке. А также создадим на его плоскости рельеф с помощью реек. Шамсудин, у нас появилась в интерьере ещё одна фактура, такая тёплая. Это дерево. И шкаф, и потолок в ней. Да, если мы говорим о потолке, то на самом деле это вовсе не дерево. Рейки алюминиевые, покрыты ламинацией под деревом. В чём преимущество данной конструкции? Во-первых, она лёгкая. Во-вторых, она очень проста в монтаже. И третье, она стабильная. То есть с ней ничего по прошествии времени, там нескольких лет, может быть, даже десятилетий, ничего не будет. Её не поведёт, она не провиснет. Так, и вмонтировали мы в потолок точечные светильники с пота, так довольно хаотично они расположены. Да, светильники, на самом деле, они достаточно логически расположены. То есть часть из них расположена таким образом, чтобы освещать будущее наши акцентные предметы. Это столик, который у нас появится, это скульптура, которая у нас появится, наши золотые тросики на лестнице, которые также присутствуют. Кстати, единственный светильник у нас, который свисает, это вот люстра в зоне столовой. И она такой имитирует сказочные такие шары, и опускающиеся, то есть создаёт тоже дополнительную атмосферу. Или капли такие немножко застывшие. Ну, ассоциация у каждого должна быть своя. Да, пузырьки, очень красиво. Но я вернусь к фактуре дерева. У нас ещё очень большой шкаф появился. Да, мы задействовали вот эту всю нашу длинную пустую стену, которая была до этого. То есть здесь это всё полностью места хранения. Да, и мы также спрятали дверь в соседнюю комнату. Вот здесь за фасадом она прячется, даже тамбур небольшой. Да, это такой некий ход в Нарвине, да. И такая основополагающая, наверное, идея вот этого всего шкафа, что все вещи можно прятать туда, чтобы не нарушать гармонию вот этого помещения, которое здесь присутствует в данный момент. Не захламляйте вы. И, кстати, даже этот скруглённый, да, фасад, вот за ним тоже глубокие полки. Очень удобно. Да, очень достаточно удобно пользоваться. И заметьте, что мы сделали переход уже в деревянные панели, да, которые дальше переходят в каменные. Но чтобы этот переход был каким-то логичным и правильным, мы использовали вот зеркальные такие плашки и поженили между собой, казалось бы, несвязанные вещи, то есть камень и дерево. Но зеркала у нас ещё и в нишах, да, которые теперь главное внимание в прихожей на себя перетягивают. Да, у нас вот с двух сторон в будущем здесь появятся полки. Кстати, тоже деревянные. Тоже деревянные, да. Они тоже будут нести свою функцию. Но основная история – это спрятать двери. Мы сделали двери под покраску, всю стену сделали в некой такой фактуре венецианской штукатурки. Но чтобы ещё больше отвлечь это внимание, мы сделали такие акцентные зеркальные ниши, которые являются такими некими порталами, которые достаточно, ну, привлекают на себя внимание. Вообще за счёт яркой подсветки. Да, мы пошли по сценарию, что показать нужное, спрятать ненужное, да. Возвращаясь к тому, что полки, да, это то же самое хранение. Там можно будет положить ключи, перчатки. А здесь полка будет использоваться именно для того, чтобы поставить на ней декор. И эти полки сделаны нарочито маленькими, чтобы ничего лишнего, туда не было желания там нагромоздить, поставить. То есть именно вот определённые предметы, определённые функции. Ну что ж, у нас в прихожей, в принципе, уже всё понятно, всё практически готово, пора приходить к гостиной. Да, пора. Низкая каминная полка оклеена каменным шпоном. А вот и сам камин с довольно большой, вытянутой топкой. Ковёр безворсовый, практичный и симпатичный. Диван светлый, но за тканью обивки легко ухаживать. Журнальных столиков сразу два. Очень уютной получилась гостиная наших героев. Несмотря на то, что организовали мы её в транзитной зоне, с одной стороны дверь на кухню, с другой примыкает прихожая, с третий проход к лестнице, нам всё-таки удалось создать обособленное приватное пространство. Границей стала спинка дивана. Сам он изящный, на тонких ножках, с узкими подлокотниками, мне кажется громоздким, массивным, при этом от них не маленький. Комфортное расстояние будет до телевизора. Кроме того, подсветка стены, пламя камина создают волшебное настроение. Я думаю, наши герои с удовольствием будут проводить здесь вечера. Хоть камин и электрический, есть ощущение, что пламя в нём живое, настоящее. Этот визуальный эффект достигается благодаря запатентованной технологии Optiflame. С одной стороны она даёт красивую картинку, благодаря светодиодам. С другой ещё и позволяет камину обогревать помещение. Управляется всё или с помощью кнопок, или пультом. Рядом с диваном два любопытных журнальных столика. Оба приехали из Франции. Один напоминает стеклянный бочонок, столешница у него из металла. Второй пониже в форме шестиугольника сделанной стальной проволоки. Достойную компанию им составляет эффектная люстра. Хрустальные шары капли станут главным украшением столовой, которую мы оборудуем на этом месте. А пространство под лестницей украсит пышная зелень. Фикус бенджамина, хризолидокарпус и драцена в кашпо-кубах с системой автополива. Растения получат достаточное количество воды и питательных веществ, даже если хозяева уедут из дома на три месяца. На полу в этом зимнем саду рассыпаем гальку. Смягчим картину светильником-шаром с перьями. Рулонные шторы на окнах защитят от яркого солнечного света. Портьеры из жемчужно-серого атласа создадут уют. Обеденный стол на высоких дубовых ножках со столешницей из матового стекла. Вокруг мягкие кресла в практичной обивке из полиэстера. Телевизор с диагональю 125 сантиметров. И маленькое чудо, парящее в воздухе растение. Технологию левитации авторы не раскрывают. Украшаем ниши. В одной на полке встает пузатая, будто вязаная ваза, в другой – забавные фигурки. Текстиль приглушенных тонов и пара больших чаш с интересными, несимметричными формами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Шамсудин, у нас такой сверкающий праздничный интерьер получился. Мне кажется, вот именно этим героям он очень подходит. Да, потому что здесь мы взяли такую основополагающую, наверное, вещь, которую многие, наверное, игнорируют, либо не поддают этому значения. Это свет. Конечно, у нас очень много. У нас очень много сценариев света, которые здесь создают действительно неизбитую и сказочную в какой-то степени атмосферу. Начнем с основного. Это наши встроенные споты. Они здесь признаны, чтобы освещать в принципе помещение. Второй момент – это наши замечательные ниши, которые очень яркие, что наша героиня, она может, условно говоря, использовать это как зеркало для нанесения макияжа. Третье – это светильник, который появился у нас под лестницей. Он такой образ снежного кома. Он пушистый. Да, он сделан из гусиных перьев. Четвертое – это наша замечательная люстра над столом, абсолютно сказочная. Вот эти шары с пузырьками, как бокал шампанское. Вот эти пузырьки – тоже элемент праздника. Пятое – это, наверное, самый основной, это все-таки акцент. Это наша замечательная перфорированная стена с этой подсветкой. Плюс камин с этими кристаллами волшебными, мерцающими. Абсолютно такие кристаллы, переливающиеся. Если бы у нас, допустим, было сегодня Рождество, можно было бы там сесть с бокалом глинтвейна либо какао и… Погрузиться в праздничную атмосферу. Да, в праздничную атмосферу. Но зато у наших героев будет повод погружаться в эту праздничную атмосферу как можно чаще. Ежедневно. Ну, по выходным. И мне кажется, еще играет роль то, что очень много отражающих поверхностей, да, вот зеркальные полоски. Каждый материал отражается в другом, да, и за счет этого все предметы между собой начинают перекликаться, жениться. Все переженилось в этом интерьере. Да, все переженилось, да. И даже вот, казалось бы, такая серебристая лестница с золотыми тросиками. Конечно, это у нас не золото и серебро, но имитация так вот двух благородных металлов. Создают вот эту атмосферу, ну, я не люблю это слово, но атмосферу роскоши. И праздник. Я все-таки подчеркнула, у нас герои праздниками занимаются, организациями, люди темпераментные. Потом у нас, да, фактура нашего замечательного дивана абсолютно отличается. Она уже такая более домашняя, более уютная такая. И все это вместе создают некий ансамбль. Ну, и этот ансамбль еще очень удобен для жизни. Несколько зон появилось, да, у нас в интерьере. Вот давайте начнем с прихожей, которая вообще перестала считываться как прихожая. Это, по сути, не прихожая. Это холл, да, с функцией хранения. Вторая зона. И он органично, да, переходит в зону гостиной. Да, в зону гостиной. Это здесь у нас телевизор, камин. И третья зона, это у нас зона столовой. Хочется принять чуть подробнее, потому что, во-первых, она у нас около двух больших окон расположена. Вы сказали окна, да, надо не забывать о том, что мы их сделали больше. И за счет этого, вот это пространство, оно все между собой вот еще больше заиграло. То есть такое приятное место для обедов, для ужинов. Округленная столешница, нету острых углов, все будет комфортно. Да, да, соответственно, можно ходить, не биться. Стол у нас стеклянный, но стеклянный он сделан, опять же, потому, чтобы здесь не нагармождать. Он должен как-то, ну, более быть прозрачным. Ну и здесь у нас зеленый оазис. Через некоторое время, когда эти растения вырастут и станут выше человеческого роста, здесь абсолютно поменяется атмосфера, то есть будет, как вы правильно сказали, тропический сад. И красиво смотрятся вот эти белые камушки, гайка. Да, это имитация некого экстерьера. Элемент улицы вот в таком вот виде сада поместили внутрь жилого помещения. Все материалы, они природные, природные оттенки, нет ничего кричащего. Наверное, самое кричащее это кант розовый на нашем прекрасном ковре. Да, едва-едва уловимый. То есть нам нужно еще присмотреться к нему, чтобы его найти. Ну что, мне кажется, получилось здорово, и пора уже наших героев сюда приглашать. Да. Ну а они появятся в своей новой гостиной с минуты на минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Сегодня мы переделали гостиную для большой и дружной семьи. Герои наши уже подъехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, Алексей, Алексей, я вас поздравляю с прибавлением. Спасибо. Спасибо большое. Как назвали малыша? У нас родился мальчик Никита. Замечательно, как мой старший сын. Прекрасно. Ну что, соскучились под дом? Да, очень-очень-очень. Очень-очень-очень. Мы хотим домой уже, очень интересно, что же там нас ждет. У вас не в пример сегодняшней погоде такой летний пейзаж на торте. У нас вообще настроение всегда летнее, нам всегда весело, и нам нравится все, все, что ярко. Кстати, домик на торте, это же ваш, да? Да. Вы, видимо, так соскучились, что это произвели. Да-да-да. Ну, какие представления, как вы думаете, что там получилось, что мы вам приготовили за сюрприз? Ну, вы знаете, я надеюсь, что там много света, что там что-то такое интересное, какой-то диван, где мы могли бы все вместе расположиться нашей большой семьей. Ну, а кто волновался больше всех? Кто обсуждал активнее? Я, наверное. На тревожность. Нет, я думала, что мы все волновались и обсуждали. Больше всех, наверное. Я даже в рукдоме об этом думала, представляете? Представляю, а еще бы. А как же уже, потому что в таком большом составе будете жить в новой гостиной. Так, Аркадий, как ты думаешь? Я думаю, что лестница большая будет, я очень надеюсь, да. Да, я думаю, чтобы я могла с двумя людьми подняться. Спокойно подняться. Так, Алексей, телевизор ждете, да? Да, да, жду телевизор, чтобы сел я на удобный диван и смотреть на телевизор. Так, Василиса, а у тебя какие мысли? Я надеюсь, там много уютной мебели, много света, солнечного прям такого, чтобы зайти домой и прям настроение, чтобы поднялось, чтобы оно никогда не падало. Я очень хочу много света. Мы все такие светлые, я ищу такого же в интерьере. Ну что, тогда пойдемте проверим, что у нас получилось. Пойдемте скорее. Пойдемте. Заходите. Вперед. Ой. Ничего себе. Где мы находимся? Что это вообще? Да. О, боже мой. Это шкаф? Шкаф, смотри, какой. О, боже мой шкаф. О, боже мой шкаф. Очень красиво. Ничего себе. Посмотрите на лестнице. Лестница просто. Шикарная лестница. Я даже вообще так подумать не мог. Можете подняться, попробовать, насколько удобно. Давайте попробуем. Дети будут вас. А вот это что? А здесь у вас шкаф, чтобы все вещи можно было убрать. Офигеть. Ничего себе. И там вход в комнату. Смотри, что нравится. А там дверца. А там дверца. Мне вот это вот очень нравится. Было очень красиво. Правда? Знаете, сколько много полок здесь всего. Вообще. Вообще. Это просто. Скоро, сколько это. Вот потолок вообще. Потолок, кстати, кажется, что это деревянные реки, но они на самом деле металлические. Очень надежные на века. Да, классно. Классно. Вот эта часть вообще. Классно. Подсветка. Кстати, статуэтки. Статуэтки Алиси из Кении. Ух ты, Африка. Немножко, да, привет. Привет из Африки. Обалденно. Смотрите, какая стена красивая сделана. Это металлические панели перфорированные. У них такие отверстия, а за ним подсветка заложена. То есть это у вас такая тут зона огня. Здесь подсветки. Да, вот она моя зона огня. Камин электрический. Он, кстати, еще и на обогрев работает. Да, молодец. Алексей, телевизор-то нашли? Нет, вот это самое красивое. Какой из них? Что здесь телевизор? Да что не телевизор? Телевизор вот по центру, а это вот такая уже вставка стеклянная из черного стекла. Я же даже подумал, так не могу. Да, смотри, ребята, вообще. Оконы. Оконы. Раз, как мы с тобой хотели, да? Окна у вас, они закрываются и ролл-шторами. Да-да-да, смели, Алексей, все правильно. Представляешь, как? Блин, вообще. Обратите внимание, вот рядышком термостат. Можно выставить температуру комфортную. Ага. Для конвекторов. Ага. То есть сделать потеплее или попрохладнее. А еще у вас есть регулятор теплого пола. У вас здесь проложен теплый пол везде. О, теплый. Да. Посмотри. Обалдеть. Ну, вообще, по задумке дизайнера, у вас природные стихи везде. Вот это вода, капли воды, это огонь. Здесь камень, дерево. Знаешь, самое интересное, то, что здесь очень много места стало. Я не знаю, как это получилось, но здесь очень много места стало. Ну да, вроде бы стол большой. Да, стол, диван, и камины, и все, и шкафы, и места здесь очень много. А вы заметили, что кухню-то отделили мы? Да, заметили. Такое ощущение, что... Реально, реально. Сказки просто. Сразу вот я обратила внимание на шкафы. Мы думали, что надо бы туда поставить шкаф, но мы не знали, как это сделать. Нам казалось, что там вообще не будет места. Как оказалось, все получилось, в общем-то, и шкаф, и достаточно места. Отдельное спасибо за африканские статуэтки. Привет из Африки. Очень непривычно то, что все поменяли местами. То, что стол стоит здесь, диван здесь, литр здесь. То есть я был в этом все номер раз. То есть как-то все поменялось так, и поменялось в лучшую сторону. А еще у нас цветок летающий появился. Необычно, очень необычно. Здесь очень много всего необычного. Да, очень всего необычного. И, кстати, наделка такая. И оно очень классно сочетается. Это очень красиво. Современно. Да, очень-очень современно. Наделись сделать и стекло, и металл, и кафель. Вот перегородка, да. Ведь это же стекло. И то, что оно отражает, как зеркало, это тоже добавляет такую изюминку. Да, ведь еще больше за счет этого света. Мне еще очень понравится живой уголок. Да, растение. Как необычно сделать растение. Правда, такое. У нас теперь дома свой живой уголок небольшой. Там еще и белые камушки, как на море. И вот эта капелька природы, которая здесь. Это люстра, стена. Это вообще все очень необычно выглядит. А, ну да, наверное, все это объединяет. Все-таки что-то такое природная какая-то тема. Поэтому вот действительно все сложилось. И белое, и серое, и зеленое. Как бы капельки вишности не получают. Капельки здесь, и вот люстра тоже. Да, и люстра такая. Капельки. Да, здесь было, конечно, очень-очень уютно. У нас есть для вас сюрприз. Чтобы вы могли с размахом продолжить переделку, сеть гипермаркетов «Еруа Мерлен» дарит вам вот такую прекрасную цепную электропилу. Она максимально безопасна. Есть мгновенный тормоз цепи и предохранитель от перегрузки. Пильная гарнитура очень качественная, а мощность инструмента и для нашины подобраны для максимального КПД. Так что пилите, друзья, пилите. Здорово. Спасибо большое. Эффектный и даже немного таинственный интерьер сегодня получился. Заходя в прихожую, сразу обращаешь внимание на стену с золотыми бликами и вот эти зеркальные витрины. Здесь статуэтки из Кении, они намекают на африканские корни хозяйки. А все, что понадобится скрыть, можно убрать в огромный шкаф, в котором спрятана и потайная дверь. Дальше еще интереснее. Грубый камень и хрупкие зеркала. Холодный металл и огонь сошлись в новом интерьере. Гостиная, в которой будут собираться наши герои, вся в волшебном сиянии. Мерцающая стена с камином, хрустальные капли, застывшие в воздухе, создают здесь совершенно особую романтическую атмосферу. И даже массивная лестница как будто парит в пространстве. На этом сегодняшняя переделка закончена. А если вы мечтаете стать участниками дачного ответа, смело заходите на сайт программы и оставляйте заявку. Если вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129075 Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, Переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин